Сразу два наезда на пешеходы зафиксированы сотрудниками дорожной инспекции в минувшие выходные. Они произошли в поселке Искателей. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Причем водитель иномарки попытался скрыться с места преступления, но был задержан. А вот водитель отечественного автомобиля заставил сотрудников ГАИ проехать не один километр, прежде чем дать показания и провериться на алкотестере. Сообщение о том, что по улице города передвигается нетрезвый водитель, поступило от жителей. Сотрудники дорожного патруля немедленно выехали к увеселительному заведению, где сел за руль молодой человек. На просьбы остановиться водитель не реагировал и было решено начать преследование. Ни проблесковый маячок, ни команда остановиться на гонщика не действовали. Обгоняя машины, он мчался из города в поселок Искателей. По манере вождения было ясно, за рулем нетрезвый человек, поэтому остановить его необходимо как можно скорее. Но настичь лихача получилось только на подъезде к мосту через реку Куя. Водитель не справился с управлением и чуть было не съехал в Кювет, но машину остановило. Гонщика тут же вывели из авто в машину инспектора. Догадки о нетрезвости водителя подтвердились. 0-800-26. 0-800-26. Почти бромили. Как выяснилось, это не первый зафиксированный случай. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Если факт вторичного нарушения будет подтвержден, ему грозит уголовная ответственность, согласно статье 264.1. Такое же наказание могут назначить еще одному водителю. В воскресенье в районе конечной остановки поселка Искателей он наехал на пешехода. Гражданин управлял своим транспортным средством. Не увидел пешехода, совершил наезд на пешехода, после чего он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В ходе оперативных разыскных мероприятий нарядами ГИБЛД было установлено, что ДТП совершило автомобиль Субару. И в ходе поиска в течение 15-20 минут данный автомобиль был задержан на улице Первомайской. Еще один наезд на пешехода произошел с пятницы на субботу в районе улицы Озерная. Женщина не справилась с управлением и наехала на пешехода на тротуаре. В ходе проверки установилось – женщина не имеет водительских прав и находится в состоянии алкогольного опьянения. По всем ДТП проводится проверка. Что касается пешеходов, они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в приемный покой окружной больницы. В целом, за прошедшую неделю на территории Нарейнмара и поселка Искателей выявлены 9 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. У двоих водителей имеются признаки уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде.